всем добрый день друзья на связи телеген denis по плану наших ремонтных работ в ближайшее время мы будем устанавливать душевой поддон вернее даже сказать не устанавливать а этот душевой поддон мы будем делать своими руками мы выльем его из песка бетона установим сливной трап и обложим все это керамогранитом и мозаикой но это делать мы будем завтра сегодня я хочу рассказать о том какой сливной трап лучше выбрать для такого душевого поддона сливной трап бывает двух видов это обычный душевой трап квадратной формы и вот такой вот дренажный лоток или канал они состоят из каркаса из сифона гидрозатвора который ставится внутрь сифона и специальной декоративной накладки который ставится поверх лотка что же нам лучше выбрать сейчас рассмотрим более подробно душевые трапы независимо от того это квадратный душевой трап или душевой лоток как у нас бывает двух видов этот трап с вертикальным подключением то есть когда канализация у нас идет из пола такой трап самый лучший потому что обладает наибольшей пропускной способностью но встречаются такие трапы очень редко потому что такая вертикальная система канализации также встречается редко в основном используется в частных домах загородных второй вид это трап с боковым подключением были с горизонтальным подключением как у нас это наиболее распространенный трап чаще всего он встречается при ремонтах квартире именно такой трап мы и будем использовать так вот прежде чем использовать такой трап нам необходимо определиться с его пропускной способностью что такое пропускная способность грубо говоря душевой поддон должен успеть слить в канализацию то количество воды которое выдает нам кран то чтобы под ногами у нас вода не скапливалась если душевой поддон у нас небольшой скажем метр на метр и стоит обычный смеситель с лейкой то есть здесь вполне подойдет квадратный недорогой трап у нас же размер душевого поддона метр на метр семьдесят поэтому нам подойдет больше именно дренажный лоток так как его пропускная способность намного больше еще одним очень важным моментом на что нужно обратить внимание при выборе душевого трапа это гидрозатвор гидрозатвор бывает двух видов сухой и мокрый мокрый гидрозатвор это грубо говоря водяная пробка которая собирается вот здесь сифоне и препятствует попаданию неприятных запахов из канализации однако такая пробка держится две максимум три недели после чего она пересыхает и неприятные запахи попадают наружу сухой гидрозатвор это как правило специальные конструкции в виде шариков то есть легкий шарик когда вода спускается он поднимается кверху когда вода не спускается он опускается вниз и запирает сливное отверстие либо это вот такая мембранка там находится мягкая резина когда вода спускается она сужается когда вода не спускается она возвращается в исходное положение мы будем использовать сливной дренажный лоток немецкой фирмы тасс эта фирма не так известно как скажем та же фирма вега но в принципе по качеству и не уступать этот трап выполнен из нержавеющей стали у него достаточно большой сифон очень хороший пропускной способностью у него есть сухой гидрозатвор в виде мембраны и у него есть вот такая декоративная накладка на двухсторонний с одной стороны это шлифованная нержавеющая сталь а с другой стороны это вот такой лоток который заполняется либо керамогранитом либо как в нашем случае мозаика и так друзья вкратце рассказал о том какой душевой трап лучше выбрать ну а на этом все смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал и Продолжение следует...